Для меня, например, стало яснее и четче, что этот проект не просто геополитический, как изначально его рассматривали, а действительно под собой имеет очень серьезную базу, потому что нацелен в первую очередь на реальный сектор экономики. И вот доклад этот позволил как раз понять и выявить те сильные и слабые, конечно же, стороны, которые могут позволить этот проект запустить. Говоря более о ситуации вокруг север-юг, если мы посмотрим, то в мире один из главных трендов – это регионализация. То есть стороны предпочитают уходить от таких глобальных проектов и стараются переходить уже на уровень взаимодействия с теми странами, с которыми это выгоднее – экономические, географические, геополитические. И вот здесь мы видим, что, например, если на постсоветском пространстве у нас есть ряд проектов интеграционных и проектов по безопасности, то, например, если выходить за рамки уже постсоветского пространства, здесь сложнее, потому что условно на протяжении прошлого века вся система транспортная, инфраструктурная выстраивалась вокруг, такая москвоцентричная. То есть вся инфраструктура сводилась к тому, что все в конечном итоге связывало республики постсоветского пространства с Россией и с минимумом вовлечения со внешними сторонами. Наследие СССР, да. Сейчас ситуация поменялась, и мы видим, что до сих пор, несмотря на то, что это в политических интересах государства, в экономических интересах, мы до сих пор не можем выйти из этих рамок полноценно. То есть транспортная инфраструктура внутри постсоветского пространства, она значительно лучше развитая, чем вовне. И вот как раз Север-Юг в этом плане очень серьезный проект. Если его, например, сравнивать с китайской инициативой «Один поезд, один путь», то Китай как раз исходил больше из таких прагматических соображений. И до объявления этой глобальной инициативы в сентябре 2013 года Китай, в принципе, в Центральной Азии построил уже все, что ему нужно было. Все трубопроводы уже работали, в процессе имплементации были крупные транспортные проекты. В нашем случае мы видим ситуацию немножко другая. То есть в 2000 году был объявлен Север-Юг, и до сих пор нет стержневого проекта, который должен был стать звеном, связующим железной дорогой, сквозной, без каких-либо остановок и перерывов из Персидского залива, соединяющей с российской инфраструктурой. Здесь, конечно же, есть над чем работать, но вот если, продолжая разговор о политическом взаимодействии, то здесь мы как раз видим очень конструктивный диалог на фоне того, что пятисторонний формат Каспийский, он был достаточно успешный и позволил в прошлом августе подписать конвенцию о статусе Каспийского моря. Но параллельно мы видим, что идет и более такая узкая разбивка, и более узкое группирование стран. Вот Азербайджан с Ираном и с Россией, несмотря на диалог в рамках Каспийского, Каспийские пятерки параллельно развивают этот диалог внутри, на политическом уровне, и с целью, конечно же, интенсификации экономического сотрудничества. И это сотрудничество, несмотря на все сложности, несмотря на все санкции, которые, с одной стороны, конечно же, выглядят в первую очередь как препятствие для нашего взаимодействия и сотрудничества, на самом деле они лишний раз дают нам понять, что необходимо выстраивать сотрудничество вне зависимости от позиций внешних игроков. И как бы стратегически, геополитически, экономически нам важно эту железную дорогу достроить. Здесь есть интерес, здесь есть возможности для развития и выхода на индийский рынок в случае запуска этого проекта для российских производителей. Для Азербайджана, очевидно, страна максимально использует свое выгодное геополитическое положение, чтобы за счет транзита диверсифицировать свою экономику. Азербайджан в этом плане проводит достаточно проактивную политику и достаточно успешно. Азербайджан в этом плане проводит достаточно проактивную политику.